Привет! С праздником всех причастных! Сегодня 23 февраля. Не знаю, успею ли я сегодня выложить этот ролик, но неважно. Сегодня 23 февраля, День Защитника Отечества. И сегодня состоялась премьера фильма «Защитники». Я хотел посмотреть его как можно быстрее, но меня не пустили на предпоказ. Я писал, мне даже не ответили. Но ничего страшного. Сегодня прямо с утра на первый сеанс в 10.40 я поехал в кино. Но, к моему удивлению, было... Половина зала точно забита для первых сеансов. Это удивительно. Но в целом, может, и выходной, и премьера. Все равно, я был удивлен. Хочется поделиться своим мнением о фильме. Я напоминаю, что я не кинокритик. Вообще очень лояльно отношусь к кино. Редко его критикую. У меня нет каких-то профессиональных навыков в этом. Поэтому давайте представим, что мы просто с вами друзья. Я сходил в кино и рассказываю вам о том, как я сходил и что увидел. И в этом ролике будут спойлеры. Поэтому, ну, если вдруг вы не хотите спойлерить, то не смотрите. Я расскажу прям вообще все, потому что... Потому что... Потому что... Потому что не могу не рассказать. Из названия ролика вы, наверное, поняли уже, что фильм говно. Но я рад, что он на него сходил. Мне очень понравилось. Позже расскажу об этом. Начнем с героев. С главных героев фильма. У нас целых 4 героя. Самый, наверное, важный на переднем плане герой — это Лер. Он армянин. Сарик Адриасян, режиссер, который снимал этот фильм, тоже армянин. Совпадение? Не думаю. Он вроде как такой самый зрелый, самый умный. Больше всего видел. Зачем-то он в фильме вначале читает молитву в каком-то храме минуты две. И при этом ни субтитров, ничего. Его, не знаю, может быть, армянам было интересно. Я не понял, зачем это было вставлено. Лер, он, короче, маг земли. Он умеет управлять камешками. И за счет этого он супергерой. Следующий герой из Казахстана. Казах. Казах-хан, который очень похож на принца Персии из второй части игры. У него два огромных меча, и он может ими разрезать автомобили. Как ни объяснили, но он может это делать. И он очень быстро двигается. И еще два героя, они русские. Это девушка, имя которой нереально запомнить, потому что у нее нет позывного супергеройского имени. Она просто Ксения, что ли. Вот такое. И у нее очень странная способность. Она может становиться невидимой, но только когда она мокает. И одежда ее сразу тоже становится невидимой. Она работает в цирке в Москве. И последний герой Арсус. Это медведь. Медведь, красавчик. Почему-то живет в лесу. Хотя он может не находиться в форме медведя, но он живет в лесу. И все супергерои, они были созданы одновременно. То есть у них нет какой-то разной истории. У всех одинаковый Ориджин. Вот они появились в Советском Союзе. Их сделали. Власти, видимо. Потом на проект забили. И теперь они вынуждены скрываться. Все герои не стареют. И это такая история о братских народах, о Советском Союзе. То, что в каждой стране вот этой вот как-то республики Советского Союза был создан по одному такому герою. То есть их гораздо больше, но нам показали эти четыре в первой части фильма. Кстати, не все братские народы хорошо отнеслись к прокату фильма. Вот в Литве, например, запретили. Потому что очень яростно, ярко демонстрируется техника Российской Федерации. Но я бы не сказал, что слишком ярко демонстрировали. Все-таки самым крутым вооружением России в фильме были трехногие пауки с пулеметами. Но у нас таких нет. Очень жалко, что я не могу вам все это продемонстрировать. Потому что фильм же еще только в кино показывают. Да и, наверное, создатели фильма бы забанили мой ролик. Поэтому слушайте, слушайте и представляйте. Герои не проработаны совершенно. Они просто есть. Их создали и собирают их не чтобы защитить. Они же защитники. Не чтобы защитить страну, а чтобы отомстить. Отомстить их создателю. И тут ты сразу думаешь, что вы же не супергерои. Вы говнюки, которым насрать на все. Вы просто хотите убить мужика плохого, который лично вам не нравится. В первую очередь. Периодически во время фильма будут раскрывать подробности о каждом герое. Вроде бы тут вот можно начать понимать их личности, тонкости их душевной организации. Но это так преподносят, что подходит определенный человек из, например, военной к супергерою. Начинает с ним разговаривать. И герой рассказывает ему про свое прошлое, про свою жизнь, про свою семью. И в этот момент не показывают ничего. Они не иллюстрируют. Они не заморочились, чтобы снять там, как у кого-то умерла дочь или что-то еще. Они просто сидят или стоят и разговаривают друг с другом, и нам показывают их лица. Пять минут или типа того. Просто разговаривающие лица. Вам нужно проявить фантазию, чтобы проникнуться к героям. Злодей, который получился перед тем, как закрыли весь этот проект защитников, проект Патриот. Он тоже неинтересен. Он совершенно неинтересен. Во-первых, его называют по фамилии. Как, знаете, как в школе Петров к доске. Куратов. Злодей Куратов. Супер злодей. Он обвешан всякой чепухой. У него надуты мускулы. Он вот-вот взорвется, по-моему, от своей мощи. Этот чувак умеет управлять любой техникой. Просто вот так вот. И когда он управляет техникой, у него из рук выходят молнии. Очень плохо нарисованные компьютерной графикой. И этими молниями он управляет техникой. Но не всегда. Иногда они не выходят. И он все равно ими управляет. И при этом, ну, если подумать, он управляет не просто техникой. Он управляет материей и пространством. Потому что педали, например, в автомобилях нажимаются сами, когда он хочет, чтобы автомобиль ехал. Достаточно там что-нибудь замкнуть в машине, чтобы она поехала. Но если нажимается педаль, значит, он как-то вот делает это же. Значит, его способности шире получаются. Либо нам криво это показывает. Скорее так. И когда Куратов хочет, чтобы вообще все классно работало, он себя бьет пальцами током в мозг. Вот так вот стоит и бьет себя в мозг пальцами. И, наверное, начинает быстрее овладевать всем вокруг. И код на машинах, на компьютерах печатается в два раза быстрее. Это просто дичь. Так вот, в чем сюжет? Собирают защитников, чтобы отомстить. Военные. Спустя много лет защитники такие, да, мы пойдем наваляем Куратову. Идут ему валять, получают люлей. Трех из них сажают в тюрьму. Третьему просто надавали по щам. Вроде как он, подумали, владеи, наверное, что он умер. Но его потом вылечили. Не суть. Оказалось, что военный, главный такой, который их собирал, оказался предателем. Он просто договорился с Куратовым, чтобы привезти к нему защитников. И в обмен на это Куратов не будет нападать на город, Москву. Но Куратову насрать уже. Он сильный, классный. Он хочет завладеть всеми машинами на Земле и даже в космосе спутниками. Поэтому он берет Останкинскую башню, вырывает ее. И тащит в Москва-Сити, чтобы сделать самый большой передатчик. Передатчик, который будет посылать сигналы по всему миру и в космос. Там объясняется тем, что очень высокая высота получается. И самая большая антенна в городе, это Останкинская башня. Он крепит тросами. Она висит в воздухе на тросах, прикрепленная к зданиям. И он делает сферу, через которую нельзя пробраться. И стоит, бьет себя током в мозг. И компьютер сам все делает. Такие дела, да. И в этот момент командование на себя, так как военная оказалась предателем, берет его подчиненная. Это тетка, которая постоянно меняет костюмы. Военная леди, у нее накачанные губы. Она постоянно то в латоксе, то в какой-то секси-форме. И, господи, какая же она тупая. Персонажи в фильме вообще не проработаны. Они все идиоты. Просто. Вообще. Поголовно. И чтобы победить Куратова, быстренько-быстренько, пока там едет Останкинская башня, пока ее ставят, героям выдают новые костюмы. Разработаны новые костюмы, призванные увеличить их способности. Улучшить их. Как бы не увеличить, а усилить. Усилить. Для Лера подготовили костюм, на который навешаны камешки, потому что камешки у нее не всегда под руками. И иногда ему управлять-то нечем. А теперь у нее камешки с собой. И мало того, они объединяются в хлыст. Там какая-то энергия между ними. У нее получается хлыст. И этот хлыст можно закручивать в диск и получать щит. Воу! Невидимая женщина. Скиллы которой до этого показали только благодаря тому, что во время первой операции по нападению на Куратова, то есть она была всего одна до этого момента, внезапно пошел дождь. Какое чудо! Теперь она может становиться в новом костюме, становиться невидимой в любой момент. Ничего не объясняется. Как это работает? Ничего не... Вот вам новые костюмы. Они есть, они работают. Все. Она может становиться невидимой всегда, и костюм вместе с ней может становиться невидимой. Невидимым. Для казаха, короче, придумали какую-то странную штуку. У него теперь гарпун из костюма спереди вылетает. Вот такая суперспособность улучшена была его. А медведь, он как бы... У него две стадии, знаете, как у Чопера из One Piece. Он может быть... Здесь человек, а здесь медведь. А может быть полностью медведем или полностью человеком. У него непростая судьба. У него осталось конечное количество превращений. Когда-нибудь он боится остаться навсегда медведем. Он сам это вычислил, потому что каждый раз стало все сложнее трансформироваться. И вот, он не знает, и это дальше не раскрыли. Это для второй части оставили. Что там с этим будет? Неважно. Ему, а в костюме... Его костюм — это пулемет, на... Который вот тоже там трансформируется с отвратительной компьютерной графикой. Когда он полмедведь, полчеловек, у него сзади там рюкзачок, хоп, достает пулемет, он выдвигается. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Дыш, как в Контре Хард Корпс, короче, волк. А потом, когда он становится совсем медведем, он у него на спине. Пулемет сам ищет цель и сам стреляет. Беги, Мишка, беги, беги, Мишка, на войну. Давай. Но герои все равно слабоватые для Куратова, и приходится открыть последнюю тайну супергероям, то, что есть неизученная техника, которая позволяет героям обмениваться энергией. А какой энергии? Что? Как это работает? Вы можете обмениваться энергией и становиться еще сильнее. Я подумал, ну вот тут они вообще станут супергероями, и их вот эти недоспособности наконец-то станут крутыми какими-то способностями. И тут они кладут руки на Лера втроем и начинают накапливать синюю энергию и стреляют и стреляют в Останкинскую башню, и нам показывают злодея, который вот так вот на хромаке летит на фоне взрывающихся штук, у него не совпадает речь с губами, и он такой «нет!» и даже не показали, как его там умер он, нет, разорвало его на куски, нет. Все! Это конец фильма! Они не... Они просто прикоснулись друг к другу и выстрелили вот этим вот энергетическим фаерболом, не фаерболом, но энергоболом. Бам! Все! Можно было сразу так сделать. А, и никаких последствий не было. Неизученная техника могут возникнуть проблемы в связи с этим. Опасно там для героев. Воу! Очень опасно! Они просто стреляют. Все! Все нормально! Все! Все получилось! К счастью! Вот это совпадение! На самом деле в фильме плохо абсолютно все. Актерская игра, проработка персонажей, дерьмовый сценарий, спецэффекты, полный отстой. В России делают круче. Мы не Голливуд, да. Но в России делают лучше. Это... Это просто смешно, то что ничего не изменилось со временем трейлеров, где у медведя челюсть пропадала в текстурах груди. Даже озвучание плохое, потому что когда на студии переозвучивали, у многих слова не попадают в движение рта. Серьезно. Сарик Адриасиан снял много фильмов. И все еще вот так. Никакой логики нет вообще. Это самый настоящий трэш, снятый на деньги фонда кино, то есть на деньги налогоплательщиков. Нас с вами. Это... Это очень смешной фильм для любителей трэша, но который снят на полном серьезе к 23 февраля, да еще и за наши деньги. То есть мне очень понравилось. Я люблю тупые фильмы, топорные фильмы. В них есть некоторый шарм и аура, но не надо выделять на это деньги. Пожалуйста, Сарик, снимай еще, снимай вторую часть. Там есть задел вторую часть, конечно, еще много героев по бывшему Советскому Союзу, разброс, на которых можно найти. Там есть сцена после титров. Вообще бессмысленная. Вот, снимайте, пожалуйста, еще такое. Я буду платить за это кино, ходить на него. Она найдет свою аудиторию, но не за государственные, пожалуйста, деньги. Пожалуйста. Вот это самый большой минус этого фильма. В остальном, если вы не любите плохие фильмы, то не смотрите. Если вы любите трэшак, как и я, то, конечно, смотрите. В компании друзей зайдет, знаете, как индийское кино, вот это вот современное, адовое. Во! Супер! Ну, и если говорить о супергеройском кино, о комикс, кино, как это было заявлено, нет, совершенно нет. Тут, тут нет ничего от супергероики, от комиксов. Тут не появилось что-то новое. Сам Сарик сообщал, что он не читает комиксы, он сам не понимает в этом ничего. Была куча казусов, связанных с комиксами. Помните вот эту хрень, которую раздавали на Игромире? Защитники. Совершенно дурацкий формат, совершенно дурацкий комикс. Никаких авторов, ни сценариста, ни художника, ни издательства. Раздавалось это бесплатно. На входе в Игромир прямо на ресепшене лежало тоннами. Когда у Сарика спросили, будут ли комиксы по фильму, он сказал, что да, мы планируем в декабре комиксы. Вот у нас есть художник и сценаристы его спросили, а вот это что было? Он сказал, ну, это какой-то фан-арт, к нам это отношение не имеет, я прикреплю скриншот. И задавайте, пожалуйста, вопросы организации Игромира. То есть, видимо, организация Игромира какой-то фан-арт положила на... Но это очень смешно. Это какая-то чушь. И глупо отрицать то, что вы, ребята, ничего не понимаете в комиксах, вы в это совершенно не умеете, и, ну, скорее всего, идея была простая. Срубить бабла на какой-то популярной штуке сейчас, при этом не вдаваясь абсолютно в происхождение комиксов, в то, что реально людям интересно. Это снималось не для людей, это снималось, видимо, для себя, для того, чтобы было куда потратить деньги фонда кино и так далее. В целом, у меня все. Решайте для себя сами ходить на фильм или нет, но если хотите поржать, хотя бы посмотрите потом, когда он выйдет на торрент. Я не знаю. Не хорошо такое советовать, но и оправдывать затраты из нашего с вами бюджета совершенно не хочется. Тут меня прям разрывает. Я хочу увидеть вторую часть, я хочу поржать, но я не хочу, чтобы на это выделялись деньги. Пускай Сарик сработает деньги на первой части и снимает продолжение на свои. Наверняка кто-то из его команды или он сам будет смотреть отзывы в интернете. Если вдруг, ребят, вы это смотрите, продолжайте, это забавно, не претендуйте на что-то суперсерьезное. Я не хейтер в интернете, не люди, которые делают ролики или пишут комментарии только для того, чтобы кого-то обосрать. Серьезно, мои подписчики не дадут мне соврать. Я очень редко говорю о фильмах плохо, но защитники это один из десяти, если подходить к этому серьезно. Чтобы настолько все плохо было, это я не знаю, я не знаю, как, как, как надо так суметь. Даже мафия была лучше. Я тоже фанат вашей мафии. Спасибо. Пока.